В лабиринте без скидки она стоит 1054 рубля, а в электронке 400. И вот у меня маленький вопрос. Серьезно вообще? Друзья, всем привет, с вами Аня, вы на канале Bookspace, и ко мне приехали новые книги. Много новых книг, и это, конечно, просто потрясающе. Однако, я не стала для вас делать гигантские книжные покупки неподъемные, потому что, во-первых, да, они неподъемные, я 20 книг, увы, не подниму, и решила сделать для вас не часовой обзор, а, скажем, 2 по 20 минут. Вот, поэтому ролик будет сегодня и в понедельник, так что поехали. Так, во-первых, ко мне приехали новинки от Камильфу, и когда я впервые увидела комикс «Красота», то это мало такое, не слабое дежавю, ну уж больно был узнаваемый стиль у художника. Но я не могла вспомнить, кто это вообще. А потом, да, паз отсложился. Помните, я вам нахваливала комикс «Прекрасная тьма»? Вот это тоже дуэт. Комикс я уже прочитала, и это, конечно, было, мягко говоря, впечатляюще. Но сначала, друзья, про обложку, потом уже про начинку. Исполнен он в харде, традиционно с плотными, яркими, лакированными плотными листами, так что весит он весьма прилично. По поводу рисунка, он здесь яркий, но не кислотный, глаз не режет. И особо, что меня испорадовало, то, что здесь четкий нормальный лайн. Да, такое мне сильно нравится гораздо больше в последнее время. В нем у нас 158 страниц. В принципе, да, читается быстро, но из-за того, что здесь очень-очень плотный сюжет, то создается такое легкое впечатление сериала. Итак, о чем эта история? Это полусказка-полупритча с суровым ограничением по возрасту. Да, все, как я люблю. Молодая девушка от риска очень и очень несчастна. Она мало того, что некрасивая, неказистна, все ее шпыняют, все ее особо не любят. Она без женихов, без поклонников только делает, что чистит рыбу. Короче, жизнь ее не наградила ни красотой, ни упорством, ни какой-то особой изюминой, поэтому да, она вот не пришей коблехоз в ее деревне. Однажды треска спасает случайно фею от страшного заклятия, и фея дарит ей желание на любой выбор. Но что еще? Можете пожелать девушек, которую всю жизнь вы поняли из-за внешности, понятное дело, красоту, которую бы сводила с ума мужчин. И знаете, это вот самое непродуманное желание ever. Я вообще обожаю тему «Бойте свои желания», это моя любимая тема в литературе, но когда она еще не приправлена клишированной дорожкой, это вот просто навес золота. Что мы обычно знаем? Красота спасет мир. А могла ли бы красота погубить мир? И спойлер, о да, конечно. Обычно мы знаем, что любая принцесса попадает под чары уродливости, от этого мучается. У нас здесь треска попадает под заклятие красоты, и от этого мучаются все. Реально все. Просто, казалось бы, такое простое заклятие, но оно распространяет бедствие просто как вирус. Оно касается не только девушки ее семьи, ее деревни, ее государства, но и всего мира. То есть, да, масштаб истории, это, конечно, очень здорово. И при этом самое классное, что вплетается политика очень много, и сама треска тоже теряет голову, и как бы ясное видение своей красоты, это вообще просто отдельная изюмена книги. На удивление, в комиксе очень много героев, и это, как бы, несомненно, идет ему в плюс, понятное дело, потому что я лично люблю большие, всеобъемлющие линии влияния на персонажей. Это, конечно, классно. Он воспринимается как такой мини-сериал. В принципе, маленький, но объем чувствуется приличный после прочтения. И да, после прочтения ожидаете вкус пепла во рту. Плюсная история не из самых легких. Мне понравилось, я оценила. Герои все были примерские. Много секса, много крови. Как бы рейтинг располагает. Да, друзья, если вы фанатеете по «Прекрасной тьме», то это вам однозначно 100% понравится. Но, с другой стороны, вот в «Прекрасной тьме» там гораздо глубже зарыта собака. Здесь же мораль, она на поверхности, но не для героев. Так что и вам, и героям придется помучиться эдак страниц 150. Но это стоит того однозначно. Дальше у нас идет комикс, точнее сборник. Чу, бродяга от Кэйт Бита. Я уверена, что вы автора знаете. Ну как, даже если не по фамилии, не по внешности, то, по крайней мере, по ее работам. Потому что они так или иначе все пиратятся. Исплывают то в ИК, то на Пикабу, то в Инстаграме. Да, стиль очень узнаваемый. Ну, ну вы поняли. Итак, что же у нас здесь делает автор? Она берет личности из истории, выдуманные из книги реальной и жизни. Она их помещает в ситуации какие-либо, знаете, неудобные, неловкие, глупые и жестко их высмеивает. Причем такой чистый сарказм. Но такой маленький комикс. Это все стрипы, ребята, коротенькие комиксы. И, наверное, это уже даже не сарказм. Это вот чистый степ. Автор вообще не стесняется ни в картинках, ни в выражениях, ни в юморе. Юмор здесь очень чернушный. Но если вам такое нравится, то это просто вот находка реально. Я над некоторыми комиксами просто, извиняюсь за сленг, орала в голос. Это было очень смешно, очень остро. С некоторых я краснела, с других я хихикала кулачок, потому что стеснялся этого юмора. Из героев у нас здесь имеются Наполеон, Росомаха, Чудо-женщина, Раскольников, Леди Магбет, Сестры Бронта и их герои тоже. Короче, да, вот целый полный набор для солянки. По-моему, здесь даже в конце есть целый список. Да, по фабитам, по героям, друзья. Ну, буквально вот вам наугад. Пингвин, Святой Петр, Офелия, Люди Икс, Фрида Кала, Чехов. Серьезно? Чехов? Да, он здесь тоже есть. По изданию меня обычно комильфо радует, что они выпускают комиксы в твердой обложке, потому что лично для меня ТПБшки, ну, уж больно сложно хранить в жизни. У нас здесь формат широкий. Я поначалу думала, что это слегка, ну, как бы, ошибка в верстке. Типа, ну, зачем такой широкий формат, если здесь комиксы, ну, как бы, поменьше. Потом я поняла, что это нифига не ошибка, наоборот, это правильное решение. Потому что здесь комикс, он дышит. Он не сдавлен с двух сторон границами, и от этого он воспринимается хорошо. Ещё мне не нравится, что здесь каждый комикс, он разграничен. То есть это всё не слипается в огромный, длинный Болливуд. Нет. Элизабет и мистер Дарс, и Джанейр и Рочестер, по-моему, здесь даже есть целая серия. Ребят, этот комикс явно не для всех, только лишь для тру-фанатов. И к тому же у нас здесь есть ограничения максимально по возрасту, и ненормативная лексика в промышленных масштабах. Но, однако, комиксу она явно к лицу. Так что, кому это дело нравится, кому это дело интересно, приглашаю. Дальше моя покупка. Это диалоги от Броссы, «Сусорка воронов» и «Продажное королевство». И внимательные зрители мне уже говорили, что, мол, «Хм, Аня, у тебя вроде как она уже есть. Ты даже её читала два года назад». Рассказываю, эту серию переиздавали, но уже под знаменем «Греша Вёрс». То есть, да, я вам даже выложила с полочки книгу «Тени кость». Это, в принципе, да, трилогия «Греша Вёрс». Видите? Теперь они в одной серии, и это очень классно. Давайте, в принципе, я вам сравню, чем отличаются серии старые и новые на примере «Продажного королевства». Так, вот, смотрите, две книги. Старое издание и новое издание. В чём, в принципе, разница? Во-первых, что первым расстается в глаза, но это обманчиво, это объём. На удивление, одна и та же книга разного объёма. И в чём же дело? Я проверила это дело. У нас здесь страничка в страничку, буквально по главам я проверила, всё в порядке. Почему же такая нормальная разница в объёме? В чём проблема? В том, что у нас в старом издании срез, смотрите, прямой. Здесь у нас срез полукруглый, и к тому же у нас здесь чуть больше утрамбовано в плане проклейки. Поэтому да, объём стал поменьше. И второе, что у нас здесь уже отличается, это корешок. В отличие от корешка предыдущего и от такой просто обычной чёрной задней обложки, у нас здесь уже более всё симпатично становится. С вензелем и с красивым бэком, да, оформленным уже под эту серию. У меня уже есть отзывы на эти книги, но раздельные и старенькие, кажется, с 17-го года. И есть жгучее желание сделать ремейк этих отзывов, но уже полностью, полной серии. Как оказалось, вам серийный обзор очень даже зашёл, и это здорово. Если бы красить, то это история про молодого гангстера, который решается на грандиозное ограбление, собирает себе команду супергероев. Стрелка, шпионку, магичку, там, ещё одного паренька. Это было очень-очень здорово. В принципе, об этой серии я вам поговорю уже, наверное, осенью, в моём будущем видео про лучшие подростковые серии, потому что да, она мне зашла как серия. Первая книга, конечно, мне понравилась больше, но тем не менее, в целом, это было хорошо, очень даже. По атмосфере и по ощущению, это вот нечто среднее между бандами Нью-Йорка и между одинностью друзьями Оушена. Ну да, в подростковом мире, естественно, и с магией. Так что, друзья, кому-то дело нравится, в принципе, как смесь, то рекомендую. Дальше, друзья, маленькое яркое трио, эксклюзивная классика. И что меня здесь так обескуражило, это бумага, которая здесь, ну прям нормально так разнится. Я не поняла, на самом деле, выбор бумаги в издании. То есть, допустим, у Сильвии Платт ей хорошую бумагу, а Эмилию Золя газетную, да? Может быть, это зависит от страничек, от объёма? Не знаю. Ну, тем не менее. Первая книга мне в коллекцию, это Эмилия Золя и его «Дамское счастье». И огромнейшие благодарности, во-первых, Алисе Дёме за её отзыв прочитана, та ещё себе эту книгу взяла на примету, и окончательнейшее решение я приняла после отзыва Риты Маргариты в её топе года эта книга тоже засветилась. Так сложилось исторически, что я обычно читаю очень много тяжёлых книг. И это, конечно, меня слегка выматывает. То есть, эти погони, перестрелки, злоотключения, тяжёлая классика, привет Оруэлу и Драйзеру. И я иногда выдыхаюсь, как сильный эмпат. И мне было вот просто необходимо на осень что-нибудь позитивненькое, красивое, лёгкое, но непростое. И вот как раз-таки пришлись, кстати, отзывы девчонок. И вот «Дамское счастье». Это название магазина в Париже. Магазина дамских вещей. То есть, да, все эти шляпки, платья, сахар, мета туалета для женщины. И я уверена, что эта книга мне подарит больше позитива и радости, чем переживашки за героев, тот же Драйзер, меня просто вымотало его в американской трагедии. Я хочу в Париж погулять, посмотреть в магазинчик, хочу увидеть максимально простую любовную линию «Пожалуйста». Вот, друзья. К слову, да, буду скоро собирать себе планы, точнее, цели на осень. Скорее всего, она там тоже будет. Сейчас будет очень логичное продолжение от хорошей, позитивной книжки к сервере «Плот» и её под стеклянным колпаком. Я эту книгу боялась всю свою жизнь, потому что, ну, уж больно в ней тяжела тема для меня, морально. Но почему я её купила, честно, любопытно. Просто обычное сквозное любопытство. Но, однако, я дам себе фору, что если меня книга начнёт грузить, то я её брошу, даже не буду её дочитывать. Да. Книга тяжеловата тем, что она очень сильно перекликается судьбой автора. Кто не в курсе, если любя плата, она покончила жизнь самоубийством. И это, вообще-то, не круто, что автор болела очень долго депрессией и не смогла её себе побороть. Тогда ещё не было никаких нормальных толковых лекарств. Ну, были, конечно, но первого самого такого проседского поколения. Вот. То есть, получается, здесь роман, он больше, наверное, автобиографичный, как в случае и с Мартином Инденом, и с Джеком Лондоном. У нас есть история молодого девушки, которая мечтает быть писателем и приезжает в Нью-Йорк на стажировку в модный журнал. И казалось бы, что и сможет пойти не так. То, что если у тебя нарушена психика, у тебя болезнь, депрессия, то, скорее всего, это добром не закончится. И меня вот на эту историю подтолкнула моя личная запись ВКонтакте. Точнее, оформленная визуально цитата из книги про выбор, короче, в жизни героини без спойлеров. Меня это так внутренне, как-то, знаете, задело, очень напомнило ситуацию из личной жизни, но просто реально интересно, как именно показано развитие болезни, развитие депрессии, как она вообще развивается, как именно она влияет на героиню и на окружающих людей тоже. Короче, интересно именно с точки зрения построения психики главной героини. Но! В чем главный феномен этой книги? Что изначально, когда автор ее выпустила, она особо овации не собрала. Но когда автор с собой вот такого вот сделала, книга просто взлетела, понятное дело. И поэтому вопрос, можно ли эту книгу воспринимать вне привязки к судьбе автора. Либо уже это, как бы, ну, так тесно всплелось, что практически одно и то же. Можно или нет? Вот, друзья, жду ваши комментарии, те, кто читал, те, кто анализировал. Что вы по этому поводу мне скажете? Нагляднейший пример жизни, когда классики нужно дойти самому и самому захотеть ее прочесть. Игру в классики. Пожалуй, самое странное, самое глупое, самое необъяснимое это то, что я в сюжете не знаю вообще ни капли. И более того, я не хочу о нем знать ни одной капли. потому что здесь, наверное, дело даже не в сюжете, а в структуре этой книги. Эта книга, точнее, автор в эту книгу поместил аж целых две книги внутрь. Мы либо читаем по классике, то есть сначала и до определенной главы, и это будет одна история. Но если вы захотите прочесть другую, закопанную историю, то читайте по определенному авторскому пути, который он вам здесь прописал. То есть определенную главу, потом другую, потом третью, четвертую, и тому подобное. И знаете, это вот чертовски интригует, и я решила, что я сначала прочту именно ту самую историю, где мне автор говорит, куда нужно идти. Можете ли вы без спойлеров оценить, хорошее ли это решение, в принципе, как лично вы начинали ее читать. И вообще, понравилась ли вам эта книга, тоже интересно. А сейчас, друзья, будет маленькая минутка бомбежа. Маленького, но бомбежа. Книга, автор, ножницы, бумага. Однажды я увидела в Читогороде в интернет-магазине, что она стоит 800 рублей. Я очень удивилась, посмотрела на буке. 24А, она там стоит 984 рубля. На секундочку, в ней 260 с чем-то страниц. В лабиринте без скидки она стоит 1054 рубля, а в электронке 400. И вот у меня маленький вопрос. Серьезно вообще? Это, блин, самая дорогая книга по текстам вообще. Даже Маки курит в сторонке его истории на миллион долларов. Я не успела на раздачу от мифа этой книги, думала, ну ладно, окей, куплю кому-нибудь потом, когда будут скидки. И скидки пришли. Ура! Я купила ее за 285 рублей. И вы знаете, вот по первому впечатлению от книги у меня много вопросов. Очень много. Книга сама по себе небольшая, она маленькая, узенькая, малышка. Твердый переплет, есть лясе, спасибо. Хорошие, плотные, белые лясы, ну как бы даст такую сумму. Но очень меня удивила верстка в этой книге. В ней как бы много вот такого. В ней полно вот такого с вот таким. и текст. Текст у нас здесь как будто бы в очень узких рамках заключенных, как будто бы это колоночка на смартфоне. И окей, если автор считает, что это здесь вот такие вот штуки по всей книге оправданы, надо реально не наигранно, не фальшиво, а искренне даже маниакально интересоваться своими героями. глубоко. У меня такие ставки слегка обескураживают. Они здесь не единственные. Вам, скорее всего, будет не видно. Покажу вам это дело на листалке. Их здесь полно на книге. Что в ней есть такого уникального, чего нет книги за 400 рублей, скажем так. Я это дело посмотрю, проверю, посчитаю, законспектирую, потому что я нынче нонфикшн конспектирую и проверю, стоят ли у нас свои цены. По первому впечатлению нет, не стоит. Но не будем заранее падать духом, скажем так. Так, дальше, друзья. Снова миф, но это уже были ваши рекомендации мне в инстаграме и было под видео с моей учебой, где учить со мной. Эта книга как переставить учить иностранный язык и начать на нем жить. Что меня в ней в первую очередь удивило, именно в плане оформления, это почему-то снимается название книги и автора как манжетка. То есть, ну, как-то вот так выглядит потом эта книга без названия. Ну, допустим. Я ее уже начала и увидела, что у автора есть блог на 150 тысяч подписчиков в инстаграме, но об этом нет ни слова ни на манжетке, ни на книге, ни в описании, нигде. Просто Анастасия Иванова. И автор нам пропагандирует мысль о том, что любой иностранный язык, во-первых, нельзя выучить, ну, как бы, да, понятно, и что его нужно учить в развлекательной форме именно так язык усваивается лучше. То есть, по аналогии с детьми. Меня больше всего в аннотации привлекло, что автор нам говорит, что не нужно каждый раз подтягивать репетиторный уровень языка, каждый раз его наверстывать, а нужно его сделать частью своей жизни. И как бы, да, это здравая мысль, я согласна. Поэтому посмотрим, что же автору не может интересного дать, кроме того, что нужно опектировать фильмы и их потом гуглить дальше. Я то, что я сейчас делаю, как бы, в принципе, к этому можно и самому прийти со временем по поводу учебы. Надеюсь, что книга стоит того. И да, по поводу стоимости. Стоит она тоже очень даже не дешево. 920 рублей на Буки и 850 рублей на Лабиринте. Без скидок. Я ее купила за 262 рубля около того по скидкам, чему была очень сильно рада. Автор утверждает, что эта книга не учебник. Понятно, что это больше книга по мотивации, по снятию зажимов с языка иностранного. Хорошо. По содержанию здесь у нас три части. Развенчивают мифы про английский, что это дорого, что его можно выучить каким-то образом. Дальше у нас есть часть про то, что язык это не предмет, а стиль жизни. И практика. Мотивация. Мой личный план жизни на английский. Каратки вывода из третьей части. Ну, друзья, посмотрим. Я это дело тоже законспектирую. Так же, как и автор относится к бумагу. И посмотрим, что же здесь у меня было полезнее. Хотя эта книга, в принципе, да, выглядит повнушительнее. Здесь, по крайней мере, текста раза в полтора больше, чем другой. И есть даже места для заполнения личного. Хорошо. Посмотрим, что она мне может дать именно в плане морального иностранного языка. И да, финальная книга тоже про иностранный язык, но это уже сборник по грамматике. Очень большой платник и English Grammar. К тому же, у меня еще здесь есть и тесты, и к тестам шел CD-диск. Вот, да, полностью укомплектованно. Это, конечно, очень круто. Один, с чем я облажалась, это то, что я не купила себе ключи ко всему этому добру. Но, с другой стороны, куплю их уже в электронке. По поводу учебника. Мой любимый формат, мой любимый размер. Огромная, мягкая княжуля Ёлки-палки, восхитительная верстка. Все понятно, все разложено в двух колонках. Очень здорово. Можно прям в ней работать. Единственное, что кого-то может возможно смутить, что здесь слегка прозрачные листы. Мне особо это жизни не портит. В своем видео «Учиться со мной» показывала вам свои Grammar in Use. Думала, что сначала пройду их, а потом уже перейду на другие. По факту я поняла, и спасибо моим зрителям за подсказку, что Grammar in Use, весь их наборчик, это больше, знаете, учебники для восстановления старых знаний, скажем так. То есть это больше для повторения, а не для изучения с нуля почти что. И я подумала, что, наверное, мне сейчас лучше подойдет именно зазубривание, да, зазубривание правил, чтобы, как мама говорит, от зубов отскакивало. То есть, чтобы я использовала грамматику, даже не задумываясь об этом. Вот что важно, потому что, как показала практика, говорение не хватает вокабуляра, а вот грамматики нет, я там уже полностью становлюсь и путаюсь. Perfect, past, что где, как бы я поняла на пальцах, в чем разница, но нужно мне это дело не оставить в плане практики, ребят. Больше, больше, еще больше практики. И, к слову, да. Очень-очень понравилось мне издание. И да, ребят, я обязательно вам это дело протестирую, это дело Grammar in Use, English for Everyone, все протестирую, скажу вам об этом уже в конце сентября, наверное, скорее всего, либо еще ближе к октябрю. Я надеюсь, что вам это, друзья, Именно путь по-английскому, не просто, что вот я вот учила, выучила и вас научу, а учусь с вами вместе. Вот такие дела, друзья. Это была первая часть моих огромных книжных покупок за лето. Вторую ждите уже в понедельник. С вами была Аня Кобычна, и скоро мы уже увидимся в понедельник. Все, всем пока и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok